Всем привет! У нас на обзоре наключник брелок от торговой марки Nightcore Tini 2. Все на иероглифах. Посмотрим, что с торцевой стороны. Максимальная мощность 500 люмен, 89 метров максимальная дистанция, еще какой-то показатель. Также ударопрочность при падениях 1 метр и влагозащищенность IP54. Можно проверить, как он работает прямо в упаковке. Но я нажимаю, еще не разбирался. Имеется значок, что заблокировано. Нажимаю любые кнопки. Замочек с цифрой 2. На мой взгляд, Nightcore производит одни из самых лучших современных продвинутых наключников. У данного экземпляра, вы уже успели заметить, имеется информационный дисплей. Торца открыл, достаем, смотрим комплектацию. Сам фонарик небольшого размера и карабин в наличии. Чтобы вы поняли его размеры, рядом с правой стороны спичный коробок. У фирмы Nightcore у меня есть наключник Nightcore YouTube. Очень себя хорошо зарекомендовал. Высота у него больше, но он потоньше, чем экземпляр слева. Очевид, материал корпуса не пластик. Имеется застежка под карабин. Разбираются крепления. Информационный дисплей, две кнопки управления, порт подзарядки. У фонарика два режима блокировки. В коробке был установлен второй режим. Если нажимаем на любую кнопку на дисплее изображения замочка с цифрой 2. Второй режим блокировки. Для разблокирования нам необходимо нажать два раза на нижнюю кнопку и во второй раз ее удерживать. Раз, два. Фонарик разблокирован. Включение фонарика последнего выбранного режима использована. Нижняя кнопка. Один люмен. Время работы 51 час 55 минут. Переключение яркости происходит нажатием на верхнюю кнопку. 15 люмен. Время работы 6 часов 50. 49 минут. 65 люмен. 2 часа 15 минут. 200 люмен. 42 минуты. И зажатие верхней кнопки. 500 люмен. Время работы 13 минут. У фонарика есть два режима работы. Демо и дейли. Демонстрационный и повседневный. Активируются они путем одновременного нажатия на две кнопки. Демо. Включаем один люмен при демо режиме и идет обратный отчет. Если видно в левом нижнем углу соответствующий счетчик. Фонарик работает. Яркость на одном люмене и он должен выключиться. Сам автоматически по истечении счетчика времени. 7 секунд. 6. 5. 4. Выключился. Перейти в ежедневный режим. Снова. В каждодневный. Активируем две кнопки. Держим их. Ежедневный режим. И фонарик будет работать до его выключения в ручном режиме. Включаем один люмен. И счетчика в левом нижнем углу нет. Если фонарик не заблокирован, путем нажатия на верхнюю кнопку загорается информационный дисплей. Высвечивается уровень заряда. 3,93 вольта. Также режим ежедневный. И уровень яркости. Второй. Еще раз пробежимся. Все интуитивно понятно. Фонарик разблокирован. Нижняя кнопка. Режимы. Верхняя кнопка. Переключение. 65 люмен. Третий режим. 2 часа 13 минут. 200 люмен. 41 минута работы. Четвертый уровень. Первый. Второй уровень. 15 люмен. Третий. 65. Четвертый. 200. И зажатие верхней кнопки. 500. Отпускаем. Возвращение к 200 люменам. Выключение. Нижняя кнопка. В каком режиме яркости вы выключите. Допустим на 65. И снова включите. Он запомнит последний режим использованного вам. Если включите фонарик и зажмете нижнюю кнопку, то включится режим блокировки первой. Доступной функции. Уровень заряда. Уровень яркости. Второй. И режим. Правая часть экрана. Ежедневный. Каждодневный. Нижняя кнопка. Режим блокировки 1. Два раза нажимаем. И второй раз удерживаем. Для разблокировки. Фонарик включен. Для выключения нижняя кнопка. Если снова включим фонарик и зажмем нижнюю кнопку, но подольше. Режим блокировки номер два. Никакие функции не активны. Разъем для подзарядки скрывается под силиконовой заглушки. И стандарта, насколько я понял, Type-C. Внутри установлен аккумулятор мощностью 280 матч. Кольцо карабина выдерживает по заверениям разработчика до 30 килограммов. И якобы при низком уровне заряда аккумулятора будет мигать кнопка активации синим цветом прерывистым. Ну, по крайней мере, я не проверял. Поверим. Кстати, в коробке еще была инструкция, различная макулатура, модельный ряд от фирмы Nightcore, небольших практически наключников. Также здесь у нас гарантийный сервисный талон и мультиязычная инструкция, в том числе и на русском языке. Продолжение следует...